Девушки отдыхают Девушки отдыхают Зимой 1994 года буддийский учитель Оли Идл предпринимает рискованную, но уже ставшую традиционной поездку через Россию Именно в этот период происходят удивительные события, связанные с тайным вывозом 11-летнего Кармафы из оккупированного Тибета пронизывая сильнейшим напряжением весь путь от Петербурга до Владивостока 9500 километров Меня зовут Оли Нидл Я из Дании, я лама и учу тибетскому буддизму В этой связи очень хорошо использовать образ кольца и крючка Кольцо — это наша открытость наш потенциал Будды природы А крючок — это благословение того, кто обладает достижением Итак, пожелайте нам удачи или присоединяйтесь Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Итак, прежде чем к нам приедет 17-й корма Патхае Дорджа, который сейчас находится в Дели, с тем, чтобы всех нас воодушевлять и давать нам передачу линий, важно вспомнить немного о Великом Шестнадцатом. О том, чем он был, что делал и на что был способен. Это наверняка даст нам ощущение того, что принесет на Запад новый великий ум-йога. И в этом плане нам, мне и моей милой жене Ханне, выпала совершенно особенная возможность. Мы были 16-му корма Патхае как дети и общались с ним, когда рядом больше не было ни единого европейца. Наше соприкосновение с тибетской культурой было уникально близким, происходя еще до большого наплыва европейцев, когда эта культура стала более или менее общедоступной. С тех пор такой возможности, как у нас, не было ни у кого. Я с радостью расскажу вам кое-что из того, что мы тогда видели и чувствовали, поскольку все это было совершенно необычным и поразительным. Впервые мы услышали о Кормапе в 67-м году, посещая Непал, с тем, чтобы привезти друзьям немного так называемой веселящей травки. Мы тогда поднялись к храму Своямху, который в народе называют также обезьянним храмом. Своямху — это гора в форме шара перед Катманду. Там мы были с молодым свежим ламой по имени Пунцок. Мы дали ему немного денег, это часто делается, чтобы они могли продолжать учебу и хорошо жить. И он взял нас на самый-самый верх храма, куда обычно и не ходят. И там он стал повторять нам имя Кармапа, 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 Кармапа. Он повторил его много-много раз. И затем дал нам защитные бусы и ставать нижем чужим. Потом он подарил нам значок, который накалывается иголкой на одежду, круглый, примерно такой величины, на котором был господин с лишним весом в черной короне, и при этом он не переставал говорить «Кармапа, Кармапа, Кармапа, Кармапа». Первая встреча с Кармапой была совершенно необычной. Мы к ней вовсе не готовились и даже не подозревали, что он будет там, куда мы приедем. На протяжении всего нашего пути происходило нечто совершенно комическое. Мы ехали туда на старом потрепанном автобусе «Фольксваген», через Восточную Европу и мусульманские страны, которые тогда еще не совсем сошли с ума, затем через Индию и Непал, и всю дорогу в затылке или, может быть, в животе или в сердце звучал какой-то странный голос. «Скоро уже приедем! Скоро уже приедем!» Я думал, кто приедет? Куда? Что за ерунда? Остановите пластинку! Но это не прекращало. Проехав предгорье и вхватившись в долину Катманду, мы сразу оказались на так называемой «Новой дороге». Тогда, в 68-69 годах, еще не было гостиниц и так далее, и это был въезд в так называемый «Средневековый Катманду». Мы въехали, и там стояли все наши друзья, с которыми мы курили ночи напролет в наши предыдущие приезды, и с которыми так классно веселились тогда. Я подумал, что это они здесь делают, зачем они стоят, как будто знали, что мы приедем. Нас явно никто не обгонял, поскольку я вел машину, и я это знал. Мы также никому не звонили, однако вовсе не мы были центром их внимания. И все они повторяли «Кармапа, Кармапа, Кармапа, Кармапа», и мы ощутили некое силовое поле, что-то явно необычное. На самом деле, Кармапа проехал по этой «Новой дороге» пятью минутами раньше нас, на своих машинах, которые были немного получше, чем наша, и мы просто очутились в нужное время, в нужном месте для того, чтобы наша встреча оказалась возможной. Кармапа впервые за 13 лет выехал за пределы зон с ограниченным доступом, где он жил, и которыми индийцы ограждали Гималайи от иностранцев. Итак, мы хотели увидеть вовсе не Кармапу, а нашего первого ламу по имени Лопен Течу. Он неописуемо-неописуемо хороший учитель, который теперь также путешествует по западу. Мы думали о нем, поскольку благодаря ему могли увидеть, как исцеление и защита приходят в жизни наших друзей в Копенгагене. И мы везли ему в подарок от всех нас, несколько небольших кусков золота. Каждый раз, когда мы к нему приезжали, нам говорили, он у Кармапа. Кармапа находился в том же храме наверху, и однажды мы туда поднялись, и там-то все и произошло. Поднимаясь, мы видели, что весь холм усеян тибетцами, они были в своих лучших праздничных одеждах, и их взгляды были устремлены вверх. Ничто другое их как будто бы не интересовало. Они были как будто бы немного не в себе, как будто поражены чем-то. Пробравшись мимо них, быстро поднявшись вверх по лестнице, мы оказались в уступы, где народу было огромное множество. Солнце светило нам в глаза, и у нас было мало возможностей рассматривать что-либо. Перед нами находились ворота в главный храм с открывающейся железной решеткой, и мы лучше могли видеть все, что происходило, а еще больше чувствовать, что там был этот необыкновенный человек по имени Кармапа, который красовался на нашем значке, подаренном ламой. Послышался какой-то шум, заиграли на длинных, похожих на гобои инструментах. Кармапе торжественно поднесли его корону, которая находилась в коробке, обмотанной разноцветным старинным китайским шелком. Кармапа развязал ленты, вытащил корону и стал держать ее перед собой. Затем он откинул последнюю красно-желтую ткань со множеством мелких точек, и можно было видеть, как держа в руках корону, он посмотрел вверх, так, будто он должен надеть эту корону на свою голову каким-то особенным образом и опрокинув ее как-то вперед. Затем Кармапа надел корону, придерживая ее правой рукой. Он держал ее особым мистическим средневековым способом, два пальца здесь, два здесь, так что большой палец ложится сюда, то есть рука была в таком положении. По бокам короны, что-то вроде золотых облаков, посередине между двумя стержнями два доджа, крест-накрест, на уровне лба, над ними солнце и луна, и на самой верхушке короны рубин, являющийся символом чистой страны или состояния высшей радости. И эту корону, которая примерно вот такого размера, Кармапа медленно надел и затем вошел в медитацию. Перебирая Малу свои четки, он начал произносить мантры, и его глаза стали совершенно ясными. Его взор был устремлен куда-то далеко-далеко, и он перешел в совершенно иное состояние, в котором как бы не присутствовало ничего человеческого или личностного. Он как будто во что-то превращался, и корона то была видна, то ее не было, он то был виден, то его не было, и то же самое происходило с людьми перед нами. Все постоянно меняло. Он проделал эту процедуру еще один-два раза, заканчивая мантры и призывания, и затем, когда он закончил, с обеих сторон от него вскочили люди и захлопнули железную решетку, заперев ее на ключ. В это же мгновение тибетцы пустились на штурм. Они хотели прорваться к нему во что бы то ни стало, они хотели благословения. Открылась узкая дверь сбоку, и они все разом решили в нее протиснуться. Я тогда поистине смог заработать заслугу благодаря своей силе европейца, мы ведь, как правило, питаемся немного лучше, чем туземцы. И я смог урегулировать людской поток, пропуская вперед слабых и старых, на которых иначе никто не обратил бы внимания. Мы с Ханной зашли в самую последнюю очередь, пропустив перед собой более тысячи человек. После того, как все успокоилось, мы вошли. Проход был длиной всего 3-4 метра, но в моей памяти он 20-метровый. Это ощущалось, как движение по родовому каналу или что-то вроде этого, и вдруг он сидит перед нами. Проходя, мы оказались между охраной и другими, он прикоснулся к нашим головам, и нас обоих посетило одинаковое ощущение. Мы взглянули вверх и увидели его лицо, которое было огромным, заслонив с собой все пространство. Он светился, как множество солнца, одновременно, и это полностью смесло нам крышу. Мы потеряли всякое представление о том, где находились, и пошли дальше, шатаясь. Монахи показывали нам, куда идти, повязывали нам что-то на шею, вложили нам в руки то, что нужно было съесть и выпить. Выйдя на солнце, мы тут же устремились к решетке, только бы взглянуть на него еще раз. Мы попросту остались там до вечера. В этот вечер нас позвал к себе бутанский доктор из окружения Кармаппы. Он все время плевался бетелем во всех направлениях и знал английский, который выучил где-то в Калькутте. Доктор спустился вниз и подарил нам волосы Кармаппы, по-азиатски свернутые в бумаге. Я радостно положил их в карман своей военной рубашки. Я люблю носить военные рубашки по причине их практичности. И спустя некоторое время почувствовал в этом месте какое-то странное сжение. Я подумал, как смешно, такое сильное тепло всего лишь от волос. Там не было ничего другого, я посмотрел. Переложив их в левый карман, я почувствовал еще более сильное сжение. Это сжение и никак не давало мне покоя по дороге домой. Мы жили в непальском доме, рассчитанном на людей ростом полтора метра. Все было очень маленьким, и невозможно было выпрямиться в полный рост. Придя домой, я снял рубашку, и чувство было такое, будто кто-то полоснул меня ножом по туловищу. Я дико закричал от неожиданностей и боли. Этот день дал нам много пищи для размышлений. Ночью мне снились очень яркие сны, а на следующее утро мы поднялись к Кармапе через черный ход. Он сказал «входите» и начал говорить нам всякие вещи. Он сказал нам повторять названия различных цветов по-тибетски, очевидно для того, чтобы расширить наш последующий опыт, а мы ему подарили супермощный магнит в форме подковы, который его очень позабавил. Мы также отдали ему тысячу микрограмм ЛСД со словами «ты обязательно должен это попробовать, это классно, это наше священное лекарство, оно нам помогает». Кармапа сказал «спасибо» и положил ЛСД себе в карман. Впоследствии он сказал нам, что не принимал кислоту, поскольку он отвечает за многих людей и попросту не мог этого делать. Но он принял ее от нас, чтобы мы ее больше не употребляли, сказал он нам. С кармапой в Азии. Итак, первое посещение Кармапы было невероятно увлекательно. Мы обошли монастырь и поднялись с заднего хода. Мы хотели, конечно же, прежде всего увидеть Лопенцечу, поскольку по-старомодному сохраняли ему верность, то есть он оставался для нас первым человеком, и мы хотели поговорить с ним. Кармапа был пока чем-то абстрактным, чем-то слишком великим, но, выйдя на наш зов, Лопенцечу сразу же сказал «пошли скорее к Кармапе». Когда мы к нему подошли, он нас благословил и дал всевозможные вещи. После благословения ощущение его рук осталось на наших головах, стали приходить другие люди, но он не хотел, чтобы мы уходили. Он показал, чтобы мы сели где-нибудь в конце комнаты или возле него. Таким образом мы могли сидеть и медитировать поблизости от него, в то время как приходили и уходили всякие большие люди, небальцы и так далее. То есть он принял нас с самого начала. Мы тогда еще не знали, что уже состоялась небольшая торговля лошадьми между Лопенцечу и Кармапой. Мы узнали об этом немного позже, когда Лопенцечу сказал об этом на освещении большой ступы в Кармагёне, недалеко от Малаги. Он рассказал, как Кармапа спросил тогда у него «Кто мы с Ханной такие?» и как он ответил «Мои ученики?» Хотя никогда раньше такого не говорил. Кармапа сказал тогда «Отдай их мне, я смогу очень хорошо использовать их в будущем». Вот так все и началось. Кармапе просто нужно было куда-то спуститься, и я вдруг стал его защитником, который должен был заботиться о том, чтобы тибетцы в порыве неподдельной преданности не сметали все на своем пути. По дороге нам встретилась большая каменная львиная голова, которая, однако, никак не связана с теми, что в Риме. Поговаривали, что только честные люди, просунув пятерню в пасть, оставались затем со всеми пятью пальцами. Кармапа ловко схватил мою руку и просунул в пасть льву, не отводя от меня взгляда, желая, вероятно, увидеть мою реакцию. Я успел сказать только, что это ты делаешь. То есть, в общем, удачно прошел тест. У Бодхнатха, другой большой ступы, была полная дикость. Было очень много людей, которые могли все опрокинуть своим напором. Когда видишь подобные сцены у тибетцев, нужно немного знать, почему это так. В Тибете важный лама благословлял одну-две сотни человек и затем сматывал удочки. Только после того, как высшие ламы оказались беженцами, они стали оставаться до конца и благословляли всех. Тибетцы же еще к этому не привыкли и говорили только, я хочу благословения. Я нашел небольшой бамбуковый шест, уткнул его в стену и своими 75 килограммами хорошо накачанного тела смог остановить напор. Физическими законами не объяснить, как мне удалось противостоять такой силе. Мои прочные сандалии были на следующий день искорежены, мои ноги все расцарапаны, поскольку на них наступили несколько сотен человек с неостриженными ногтями. Чувство было такое, что по тебе всю ночь ездил товарный поезд. Но в целом все было просто замечательно. Уже при первой встрече Кармах посмотрел на меня и сказал «Хампа». То есть он причислил меня к своим воинам, своим защитникам. А еще позже он стал называть меня Махакала. Махакала — это главный защитник нашей линии преемственности. Он всегда ожидал от меня каких-то действий, показывал мне, где нужно задержать людей, показывал, как я должен о нем заботиться, как я должен его охранять. Я расскажу об одном его поступке, который был, наверное, самым диким. Он был настолько диким, что я его до недавнего времени даже не вспоминал, пока некоторые западные йоги, мои друзья, которые до сих пор живут и выживают в Непале, мне о нем не напомнили. Три пути ведут наверх к Своямху. Один из них побольше и с перилами. Мы как-то спускались по самому крутому из них, так как Кармапа не хотел быть задержанным сотнями людей, желая побыстрее добраться до джипа и куда-то ехать. И вот, когда мы спускались по этой крутой лестнице, он вдруг запрыгнул на мои плечи всем своим весом, а это не меньше сотни килограмм. Я был к этому совсем не готов. Мои ноги сначала вот так согнулись. Опа! И если бы я не смог его удержать, мы бы оба, я не знаю, конечно, может, он полетел бы, но мы бы оба могли скатиться вниз на 100 метров. И это было бы, конечно, неприятно. В дичайшей егической радости он вдруг запрыгнул мне на спину, и я смог его удержать и донести до самого низа, 100 килограмм. И не было совершенно никакой опоры, никаких перилов. Я до сих пор не знаю, как это могло прийти ему в голову. Итак, мы следовали за ним повсюду и однажды отправились в Наги-гомбу. Ханни тогда сильно не здоровилась. Наги-гомба — это монастырь, расположенный в самом конце долины Катманду, неподалеку от китайской обувной фабрики. Нужно подняться на гору, и песок там такой мелкий, что приходится перекопать пол горы, пока поднимешься. Все катится и ползет вниз под твоими ногами. Он сидел наверху и вдруг позвал нас. Мы заметили, что к нему за благословением выстроилось в ряд большое количество женщин. Мы также не прочь были получить лишний раз благословение. Каждый раз, когда он до нас дотрагивался, происходил небольшой бум, после которого приходилось собирать мир по кусочкам. И когда Кармапа увидел нас в этой очереди, за благословением он от души расхохотался. Он хохотал до изнеможения. Оказывается, там происходило принятие этих женщин в монахиме. Затем он поручил нам заниматься ими, они проходили мимо, и мы срезали им много волос и так далее. После этого он расположился между нами и стал расспрашивать, откуда мы и так далее. Я вообще немного горжусь нашими викингами, сильными людьми здесь на севере, хорошими родами и всей той силой, которая развилась на севере на морозе. Сейчас ведь весь мир подражает нашей культуре. И я постарался немного рассказать об этом и о том, как было раньше, а Кармапа просто сидел и слушал. Затем он вдруг хлопнул меня по плечу и сказал, что он тоже крепкий, что он хампа. Я рассказывал о викингах и северных европейцах, и Кармапа сказал, что он тоже не слабый. И ничуть не задумавшись, я хлопнул его по плечу в ответ, а он посмотрел на меня и чуть не умер со смеху. С ним никогда ничего подобного не случалось в жизни. Я подумал тогда, «Боже, что это я?» Это немного выходило за рамки приличия. Таким образом, я был с ним все время, когда был нужен. Собираясь уезжать, спустя примерно шесть недель, зимой 69-го года, Кармапа позвал нас к себе и предложил следовать за ним через Дели-Сиким. И тут дало о себе знать наше западное, североевропейское чувство справедливости. Мы подумали, что у Кармапы много учеников, а у Лопенцечу только мы. У него, конечно, тоже их было много. Это мы думали, что у него есть только мы. И мы заявили Кармапе, что не поедем, что останемся с Лопенцечу, у него, мол, мало учеников, а у тебя достаточно. Мы, естественно, считали это большой наградой для Лопенцечу, хотя на самом деле представляли собой тогда только одну большую проблему. Но как бы то ни было, он сказал, «Окей, оставайтесь с ним и приезжайте ко мне позже, если захотите». Он сказал также, что мы должны понять, насколько важен этот человек. Кармапа сказал, что если сам он Будда, то Цечу Римпочи Ананда, его любимый ученик. И это действительно было так. Лопенцечу был очень-очень близок к его сердцу. Итак, после того, как Кармапа улетел из Катманду, наступил год, или точнее, три четверти года, когда мы немного напоминали куриц без головы. Хотя мы и сказали, что хотим остаться с Лопенцечу, тот очень часто отлучался в Бутан, и кроме того, у нас не было хорошего переводчика. Несмотря на то, что я давал уроки в американской школе при их посольстве в Катманду, и мы подзаработали немного денег, не было недостатков гашиши и добрых друзьев, мы не чувствовали подлинного удовлетворения. Кармапа будто бы проник нам под кожу. Прощание с ним было легким, но затем ощущение того, что нам чего-то не хватало, становилось все больше. И наконец наступил час, когда нас не только стало сильно тянуть к нему, но обстоятельства прямо-таки выталкивали нас в его направлении. Итак, мы не могли забыть Кармапу и все время думали о нем, вместо того, чтобы наслаждаться прекраснейшими возможностями для туризма в горах. С другой стороны, в конторе по выдаче виз высокий пост занял Непалит, которого я некоторое время назад поднял со стула и слегка встряхнул из-за его плохого поведения. И теперь, будучи наделен большой властью, он не хотел, чтобы мы оставались в Непале. Таким образом, все толкало нас дальше на восток Сиким. В последний вечер мы так накурились, что ничего не соображали, и затем на поезде и дальше на автобусе поехали в Сиким, в восточные Гималайи. Если здесь у нас Индия, а Непал здесь, посередине, то Сиким — это вот этот маленький штат, где вклинивается Индия между Непалом и Бутаном. Итак, получив визы, что в то время сделать было очень трудно, мы поехали к Кармату. И это было настоящим очищением. Это было незадолго до полнолуния, в сентябре 70-го года, и шли такие дожди, что промокнуть можно было за считанные секунды. Мы решили пройти пешком 11 миль от дороги до Кармапы наверху в монастыре, и дождь никак не прекращался. Небольшой участок пути нам удалось проехать, но добрались мы только ночью. Мы захотели сразу же встретиться с Кармапой, но нас к нему не пустили, сказав, что он спит, и пришлось дожидаться утра. Утром мы вошли к нему и почувствовали то же, что при первой встрече на церемонии короны. Нам показалось, что он увидел нас, глядя поверх голов многих людей, и подозвал к себе, то есть связь установилась мгновенно. Он благословил нас, и затем стал задавать вопросы о том, как у нас жизнь, и так далее. Мы попросили его дать нам все, что он может. Мы сказали, что хотим работать только для него, помогать ему, делать его работу. Он сказал, хорошо, и на следующий день мы должны были получить то, что называется геньен. Геньен — это различные обещания не убивать, не красть, не лгать, не злоупотреблять другими в сексуальной жизни, и не затуманивать себе голову всякой химией. Мы прошли под его руководством церемонию, во время которой дали все эти обещания на следующий день, день полнолуния. Нам удалось пробыть в Румтеке пару недель, но продолжение нашего пребывания там раздражало индийцев. Кармапа делал все, что мог, но, кроме того, он, вероятно, думал, что мы нуждаемся в некотором очищении. Итак, мы уехали и, укрывшись, подождали его появления на дороге в Бутан, чтобы поехать туда с ним вместе. Но поскольку дожди сильно размыли эту дорогу, кортеж Кармапы направился в Бутан по другой. Мы решили пробраться в Бутан самостоятельно, но, пробравшись туда, все же застряли. По всей видимости, Кармапа не хотел встречи с нами в Бутанском высокогорье, полагая, что эйфория затянулась, и теперь мы нуждаемся в небольшой чистке. Мы выехали из Бутана, и нам оставалось только одно, отправиться в Дарджелинг к Алуримпоч. В этом городке нас ждали деньги, некоторые вещи и почты из Европы. Таким образом, прибыв к Алуримпоча, мы оказались в буддийской нулевке и занялись освоением основ. В течение этих двух месяцев нам удалось еще раз посетить Кармапу в Румтеке, пробыв там около 10 дней. Кармапа поистине принял нас. Он то и дело говорил нам о том, что мы должны принести учения на Запад. Он обеспечил для нас полную передачу, и он все время говорил нам защищайте людей, заботьтесь о них, помогайте им, чтобы учение могло и у вас тоже развиваться. И эта защита, эта забота о людях действительно стала со временем моей задачей. Совершенно официально это было сказано мне в 80-м году, когда Кармапа улетал из Англии, из Лондона. Я тогда сидел рядом с ним и, как обычно, немного тряться. Это была моя обычная реакция на его силовое поле. Я всегда как бы немного вибрировал, находясь рядом с ним, в любой момент готовый к прыжку. И он тогда четко показал на меня и сказал всем присутствующим, это Махакала. Небеса разверзлись, и я вдруг понял, кто я такой. это очень хороший мост, Это мой мой святник, и я вообще не знаю, Это мой дом. Я иду. Я иду. Я иду. Я иду. Я иду. Я иду, Я иду, что... Я иду. Я иду. Я иду. Тело и ум Кармапы Трудно понять, если никогда никого подобного не видел, как действует просветленный. То есть трудно представить себе, что это за человек, который, как Кармапа, осознал, что пространство есть радость, который всесторонне переживает, что все происходящее — это свободная игра, огромная изобилие, огромная сила пространства. Даже сегодня, говоря об этом, я могу выразить только какую-то часть, поскольку это было невообразимое поле силы. Он входил в помещение, и люди постепенно начинали сдавливаться в стены, даже если не видели, как он вошел, просто благодаря излучаемому им силовому полю. Когда он смеялся, можно было слышать на расстоянии пяти домов. Он был как бочка, нечто огромное, и для него не существовало никаких преград. Когда он входил в состояние радости во время медитации, его лицо полностью менялось. На одном посвящении в 16-летнюю деву, в будто форму по имени Освободительница, он вдруг предстал моему взору, как самая очаровательнейшая женщина, которую я когда-либо видел. Он обладал всеми способностями и мог моментально взорваться силой. Он все устраивал, у него все получалось, руки, как у меня, такие, что могли и хватать, и копать, но одновременно очень тонкие, совершенно треугольные кончики пальцев, которыми он мог делать самые тонкие вещи. Например, ему часто дарили такой шарик для его мал, а у него был швейцарский офицерский нож с пилкой. Он брал шарик в руку, шарик мог быть из янтаря или еще из чего-то, и если Карма посчитал, что шарик неродный, то он придавал ему пилкой совершенно круглую форму. Он делал это без каких-либо приспособлений, исключительно по ощущению. Может быть, западному человеку неприятно будет это услышать, но еще у Карма-Пы всегда была с собой емкость для слюны. Он никогда не глотал слюну, всегда выплевывал, и из этой слюны затем делали лекарства и разные прочие вещи. То есть для западного человека это может звучать неэстетично, но это показывает, как он постоянно работает для существ, как машина для благословения. То есть все исходящее от него было благотворным, все можно было использовать. Приходя куда-нибудь, он всегда приносил с собой массу смеха, массу веселья, массу тепла. Это как раз то чувство, которое ассоциируется с Карма-Пы. Карма-Па означает «человек действия», то есть тот, кто несет в мир силу Будд, тот, кто делает работу и позволяет всему происходить. И он был им. Он был просто невероятен. Он был бомбой энергии, ростом с меня, почти метр восемьдесят, широкий, в форме бочки, внутри которой были большие, легкие и так далее. Ему ведь не нужно было охотиться за дамами, и поэтому он фигурой не напоминал Игрек. Но он был ужасно сильным, и все было ему по плечу. Везде, где он находился, все вибрировало, все жило. Это было просто невероятно. Я видел всех великих учителей, и они мне тоже очень нравились. Далай-Лама обнимает меня и называет своим старым другом. Я знал также старика Дуджома Римпоче, знал Дильго Хенце. Я их знал и близко общался с ними. Но такой силы, такой радости, такой вибрации пространства, как у Кармапы, я больше нигде не встречал. Он поистине был царем радости. Можно было видеть, как он является местом встречи для разных энергий. Особенно вблизи было видно, как у него все в движении. Постоянно происходили какие-то тонкие движения на его лице, мышцы напрягались и расслаблялись. Все вокруг него укладывалось в мандалы, в так называемые круги силы, и люди естественным образом начинали занимать различные положения. В присутствии его силового поля все совершалось просто автоматически, просто само собой. А в середине всего этого был он, полностью покоящийся сам в себе, ни на кого не опирающийся, благословляющий все своей силой, позволяющий всему происходить и преображающий, трансформирующий все так, что это становилось полезным и помогало существам. Это было просто фантастично. Постоянные движения лица, мышцы, концентрация. Его глаза могли становиться совсем большими, и в них было тогда только пространство. Он часто смотрел нам с Ханной в глаза, и все просто исчезало. Оставалось только пространство, только пространство, только пространство. И после этого некое знание того, что все наполнено смыслом, и все будет происходить тогда, когда надо. Между прочим, он использовал с нами очень особенный подсознательный способ работы. По-тибетски это называется термо, скрытое сокровище. Он частенько рассказывал нам что-то, а когда мы выходили от него, то все забывали. Мы удивлялись тогда, что не помнили ни слова. И спустя полгода, пять лет, иногда десять лет, внезапно все всплывало, и мы вспоминали. Мы вспоминали то, что он тогда говорил. Он поистине закладывал в наше подсознание такие впечатления, которые затем всплывали, и они направляют нас до сих пор. Пока семнадцатый Кармапа растет в Дели, нас продолжает направлять программа шестнадцатого. Фантастично, что все, что говорят про йогов, в его случае полностью подтверждалось. Например, он почти не спал. Он усаживался в кресле, расслаблялся, и затем вновь выпрямлялся и говорил, чем кто-то в данный момент занимается. Он мог знать это просто потому, что ни от чего не отделялся. Его всеведение было интуитивным и абсолютно автоматическим, проистекающим из его собственного ума и больше ниоткуда. Вдруг оказывалось, что он что-то знает. Встречи с Кармапой Итак, мы говорим так много о Кармапе, потому что он поистине неповторим. Начиная с 1110 года, он является первым сознательно перерождающимся ламой Тибета, и ученик его четвертого воплощения стал учителем для первого Далай-ламы. В 13 раз он оставлял перед смертью письменные сведения о своем будущем перерождении, и в четырех известных нам случаях, сразу после рождения, говорил, я Кармапа. То же самое касается и его 17-го воплощения. Его зовут Тхайе Дорджи. Особенным признаком Кармапы является черная корона, которая всегда у него над головой, как в поле света и энергии. Китайский император изготовил ее копию из волос многих тысяч женщин, которые очень хорошо медитировали, и Кармапа использует эту корону. Держа ее над головой, он входит в состояние глубокой медитации, открывает ее видом подсознания присутствующих и одновременно силой своей медитации создает сильнейшую связь между своим умом и ума и тех, кто на него смотрит. Таким образом, он может устранять бесчисленные причины будущего страдания и засевать в существ множество причин для счастья, смысла и раскрытия в будущем. Видеть это огромная удача. Эта внешняя видимая корона передается от одного Кармапы к другому. И однажды мы ее чуть не потеряли. Мы с Ханной в 1976 году ехали вместе с Кармапой и его учениками из Сикима через индийский низильный в Непал, на запад. Ему с ней вели два джипа. На одном спуске случилась не совсем приятная история. Рядом со мной сидел толстый монах Лоди Шерап и корона была привязана к его брюху. Ручной тормоз в машине уже давно был неисправен и тут внезапно отказал и ножной. Одним словом, стало невозможно переключиться на низшую передачу. Машина понеслась с ускорением вниз по извилистым дорогам и я стал искать, во что врезаться, чтобы остановиться, при этом постоянно повторяя, если ты сейчас летишь с горы, то в следующие 500 жизней будешь перерождаться кротом. Я этого ужасно не хотел, ни при каких обстоятельствах и тут мой взгляд поймал большую кучу щебня и я въехал в нее таким образом, что пострадала только передняя часть джипа. Мне также удалось задержать рукой Лоди Шерапа, чтобы уберечь от повреждения корону. Одним словом, это одна из самых увлекательных историй моей жизни, когда от меня зависела судьба короны. Кармапа от души посмеялся и сказал, да, тормоза плохие, но благословение хорошее. Итак, первый приезд Кармапы в Европу стал целым большим событием. Прежде всего увлекательно было то, что тогда его ожидала толпа настоящих хиппи. Наши старые друзья из 60-х, с которыми мы с Ханной не общались пару лет, когда обучались в Гималаях. Это сейчас мы говорим, что находимся в центре общества, надеясь, что не стали из-за этого буржуазными или скучными. Одним словом, вернувшись, мы снова собрали людей отовсюду, чтобы рассказать им о вечном кайфе, достигаемом при помощи тибетского буддизма. Мы объясняли, что это не тот кайф, ради которого нужно все время ездить в теплые страны, и из-за которого можно также и залететь, или подставить друзей, но состояние, на которое действительно можно полагаться, которые не являются непостоянными и приносят с собой подлинное счастье, подлинный смысл. Одним словом, Кармапа тогда встретила очень пестрая толпа. Мы погрузились в несколько старых автобусов Вольфсваген и поехали в Осло, где впервые должен был приземлиться Кармапа. Это было неописуемо. От него исходило невероятное излучение, он нас сразу же благословил, и в течение некоторого времени наше видение вещей оставалось несколько размытым. Затем он поехал с нами, я вез его по снегу и льду через Осло, и мы направлялись к самому высокому лыжному трамплину в мире. Кармапа испытывал огромное удовольствие, скользя и сползая во все стороны на переднем сидении автомобиля, но чопорные монахи сзади вовсе не были счастливы. Приехав, мы остановились в гостинице, построенной из светло-коричневого дерева. Мы пригласили Кармапу внутрь и поднялись с ним наверх. Там он дал нам посвящение, во время которого создал мощное силовое поле своего второго воплощения по имени Карма Пакши. Смешно, но разбрасываемые им тогда зерна горчицы превратились в маленькие черные шарики, наделенные особой целительной силой. Затем мы с Ханной вошли к Кармапе, мы были как бы его связными, мы знали его уже пять лет, и между нами существовала очень близкая связь, и он начал рассказывать нам тогда свои истории. Рассказанное Кармапе было весьма и весьма необычным. Он поведал нам о всяких войнах и растрях в Тибете, что мне очень напомнило истории о наших викингах. Из его рассказа мы также узнали о сильных волевых людях, которые то и дело сшибались друг с другом в непримиримых схватках. Он рассказывал нам также о своих сильных братьях, о том, как самый сильный из них мог, проезжая через ворота, обхватить ногами коня и ухватить лица перекладину, подтянуться вместе с ним. Затем он расхохотался и сказал, показывая на свою голову, но только у меня сегодня еще остались волосы. Он очень много рассказывал нам внутренних историй о тибетцах, кто для кого шпионил, кто пособничал китайцам и кто пытался переманивать клиентов и учеников у других лам. Мы получили тогда целый кусок живой истории Тибета. Затем мы повезли его из Осло в Стокгольм. Везде был снег и лед, стояла зима. У нас был большой автобус, и Кармапа сопровождали около 20 ламп. Мы сидели с одной стороны, Кармапа со своими птицами с другой. К нему все время подходили люди, желая о чем-то поговорить. И автобус напоминал передвижную штаб-квартиру. Шведы ждали в Доме культуры, а Кармапа никак не хотел заканчивать свою трапезу. Спустя некоторое время он сказал, Оле, поезжай ты. Он сказал мне взять все в свои руки и поговорить с людьми. Я почувствовал огромное воодушевление и, говоря на своем слегка квадратном шведском языке, совсем не заметил, что в моем распоряжении был микрофон. Я орал во все горло для пары тысяч собравшихся, но, по всей видимости, в моем крике содержалось что-то вразумительное. Ко времени появления Кармапы спустя полчаса я смог разморозить аудиторию своими объяснениями о том, что такое буддизм, кто такой Кармапа и с чем вообще все это едят. И когда Кармапа прибыл, внезапно появился микрофон и все остальное, и я поистине оказал для него работу ледокола. Он наверняка чувствовал, что люди собрались только для того, чтобы поглазеть на очередное культурное событие и удалиться, многозначительно кивая головами. Моей задачей было немного их встряхнуть своей убедительностью, моими собственными чувствами, связанными с буддизмом и с Кармапой. Это создало необходимый мост, и люди действительно были тронуты. Вот как действует Кармапа. Он просто кладет свое сердце на стол, давая всесторонний доступ к своему безбрежному состоянию сознания. И для этого должно быть сначала немного теплоты. В Копенгагене пришло около двух тысяч человек. Для Дании это крайне необычно, чтобы две тысячи людей приходили посмотреть на господина из теплых стран, которого они совсем не знают, о котором ничего раньше не слышали, но настроение было неописуемо. Когда Кармапа надел свою черную корону, все в зале застыло, как бы став кристальным. Это было ни с чем не сравнимое ощущение. В Гамбурге тоже было неплохо. Кармапе очень-очень понравилась Германия, хотя погода все время стояла забавная, все время шел дождь, и от этого все выглядело не столь красивым. Он то и дело говорил, какая прекрасная страна, какие умелые люди, здесь бьется сердце Европы, здесь находится источник силы. Ему действительно понравилась Германия, хотя мы и столкнулись тогда с некоторыми трудностями. Уже тогда нашлись известные и влиятельные люди в Гамбурге, которые попытались купить буддизм для себя. Подобные же попытки имели место не так давно и, как и тогда, оказались неудачными. Тогда мне пришлось вмешаться, поскольку буддизм должен оставаться доступен для людей, и Кармапа хотел того же. Он всегда говорил так же, что люди должны находить свой собственный стиль, придавать буддизму форму, подходящую для их страны, для их жизни. Не следует навязывать никому культурно чуждые вещи, поскольку буддизм тогда не будет живым. Дальше мы двинулись во Францию, и уже тогда определилось, что большую важность будет иметь именно германская, а также славянская части Европы. Это было совершенно ясно. Спустя два года Кармапа впервые послал меня в Польшу. Спросив, какое у меня буддийское имя, и услышав в ответ «Океан мудрости», он сказал, что так будет называться первый центр в Восточном блоке. Он сказал мне, чтобы я не останавливался до Японии. Я сказал, «Хорошо, большое спасибо». Кармапа видел большие возможности для развития во всей этой области от Рейна до Владивостока. Одной из самых замечательных черт Кармапы была его практичность. Он поистине был своим парнем. Он не боялся прикасаться к людям, старался всячески сблизиться с ними. Если у кого-то была борода, он обязательно дергал за бороду. Мог похлопать человека по животу, если тот был немного круглый. Одним словом, вел себя совершенно прямо с людьми. В нем не было ничего наигранного. Тем не менее, он часто говорил о себе, это воплощение немного неудачное, но следующее будет очень хорошим. Он также говорил, что следующее воплощение будет очень мягким. И когда мы спрашивали его, почему, ведь мы находили самым увлекательным его достоинством не мягкость, а силу и энергию, ведь мягким, в общем-то, может быть любой, Кармапа отвечал, потому что люди тогда будут намного невротичнее, чем сегодня. Какими еще можно быть невротичными? Однажды мне нужно было привезти его из Австрии в Швейцарию. Тогда убили одного важного человека в Германии. И мы переезжали от одного пропускного пункта к другому. Но Германия была полностью парализована, полностью непроницаема. Мы заходили в разные кабаки по дороге, чтобы узнать, какие еще есть поблизости пропускные пункты, и Кармапа смело подходил к баварским и швабским крестьянам, которые стояли там, курили и выпивали, и сразу же им нравилось. Они никогда раньше не видели такого большого желтого человека в дамском переднике, то есть в монашеских одеждах, но никогда не происходило ничего неприятного. Это всегда было просто здорово, просто замечательно. И так, все, что происходило с Кармапой, было каким-то особенным, а время от времени можно было видеть его в совершенно новом ракурсе. Я часто имел такую возможность, поскольку проводил очень много времени с ним наедине. Мы с ним объездили на машине всю Европу, и с нами в машине максимум находился еще один человек. Тогда можно было поистине проникнуться присутствием Кармапа. Хотя в ходе поездки по Германии почти все время шел дождь, он безумно полюбил эту страну, восхищаясь ее красотой. Недалеко от Розенбурга, между Западной и Восточной Германией и Любеком, Кармапа сказал, «Я здесь был в прошлой жизни». Никто не спросил, что он имеет в виду, кем он тогда был, но сказал он это совершенно однозначно. Однажды мы ехали из Германии в Швейцарию, Кармапе предстояло утром какое-то мероприятие в Цюрихе с живущими там тибетцами. И я все время клевал носом, поскольку это была, как и обычно, третья ночь без сна. Когда я подъезжал к развилке где-то в Швабии, Кармапа насыпал на руку две кучки коричневого порошка и сказал мне, «Давай». Я втянул их в себя и почувствовал, как взрываюсь изнутри. Это был необработанный нюхательный табак, чистый никотин. Мой мозг схватили две ледяные руки и, заставляя визжать все четыре колеса, я повернул не в том месте. Остановившись, я попытался убедиться, на месте ли моя голова и цела ли она. И сквозь слезы я увидел наполовину сползшего с кресла Кармапу, корчившегося от смеха. Он действительно был мастером на подобные штучки и не раз выкидывал их, когда что-то оказывалось слишком закостенелым, когда люди засыпали или чувствовался некий застой. Тогда он проносился вихрем по окрестностям, встряхивая все вокруг и все стояли тогда и говорили, что это со мной случилось, в чем дело. То есть все карты оказывались смешанными. Он действительно умел это делать. Это был настоящий ум-йога, всегда свежесть, всегда увлекательность, всегда что-то происходит. Увлекательным было и то, как Кармапа проявлялся в разных ситуациях. С приближением смерти он принял на себя и преобразовал все мешающие энергии. Нечто подобное, только меньшего масштаба он совершил во время визита к нам в Копенгаген в 1974 году. Это было в так называемом активном университете, который разукрашивали мы сами. Кармапа вошел в прекрасное помещение в нем, и у него тут же поднялась температура. Вскочил валдырь на бедре, и все в его свите ужасно обеспокоились. Срочно вызвали врача, который вскрыл опухоль, и вообще все это произошло очень-очень быстро. Затем он вошел и сел, и можно было видеть, как он в мгновение ока трансформировал все мешающие энергии. Позже мы решили узнать, что не так с этим домом, который нам казался совершенно обыкновенным, и выяснилось, что там, в 18 веке, жил последний палач Дании. Мы ведь цивилизованный народ. Там находилась также фабрика, на которой делали перчатки из кроликов. И Кармапа все это впитал в себя в один миг. Войдя в комнату, он сразу же сказал, что это здесь. После этого ему стало нездоровиться, и он растворил эти болезни. Затем он сел и принялся медитировать, и тогда он дал очень-очень важные посвящения. Сохранилась видеозапись того, как я получаю от него тогда благословение, и затем, как будто лечу над землей, что со мной происходит не так часто. В Копенгагене мы привели Кармапу в подвал, которым пользовались даром, что нас, как истинных хиппи, конечно же, устраивало, но Кармапа сказал, что это не очень хорошо. Мы не очень готовы были с ним согласиться, и через три дня после его отъезда прорвало трубу, и все сточные воды большого дома оказались в нашем подвале. Попытки имели место не так давно, и как и тогда оказались неудачными. Тогда мне пришлось вмешаться, поскольку буддизм должен оставаться доступен для людей, и Кармапа хотел того же. Он всегда говорил также, что люди должны находить свой собственный стиль, придавать буддизму форму, подходящую для их страны, для их жизни. Не следует навязывать никому культурно чуждые вещи, поскольку буддизм тогда не будет живым. Дальше мы двинулись во Францию, и уже тогда определилось, что большую важность будет иметь именно германская, а также славянская части Европы. Это было совершенно ясно. Спустя два года Кармапа впервые послал меня в Польшу. Спросив, какое у меня буддийское имя, и услышав в ответ «Океан мудрости», он сказал, что так будет называться первый центр в Восточном Блоке. Он сказал мне, чтобы я не останавливался до Японии. Я сказал, «Хорошо, большое спасибо». Кармапа видел большие возможности для развития во всей этой области от Рейна до Владивостока. Одной из самых замечательных черт Кармапы была его практичность. Он поистине был своим парнем. Он не боялся прикасаться к людям, старался всячески сблизиться с ними. Если у кого-то была борода, он обязательно дергал за бороду, мог похлопать человека по животу, если тот был немного круглый. Одним словом,